Доброго времени суток. Интересный материальчик по поводу пользы калифорнийских червей для выращивания уличных и комнатных растений. Вот я хотел сейчас... Здесь воды было перезалито. Я хотел привести это все в порядок. Это растут тюльпан Дарвина ван Эйк. Так называется сорт. Видим какие прекраснейшие росточки тюльпана. Еще покажу. Вот для примера. Здесь что у нас растет? Это скорее всего какой-то гиацинт, насколько я понимаю. Вот. Я хотел переставить и удалить из этих ручков, удалить эту воду. Что я здесь обнаружил? Вот что я здесь обнаружил. Я здесь обнаружил множество калифорнийских червей. Вот видите, здесь они плавают. Они совсем не погибли. Вот здесь хорошо видно, что эти червячки пробуют там плавать. Они повыползали вот из этого грунта. Этот грунт взят там, где мы выращиваем калифорнийские черви. Он взят для посадки уличных тюльпанов и растений. Так, значит мы видим, что червячки здесь живые. Конечно, жалко их выбрасывать. Поэтому мы аккуратненько, я хочу эту воду отправить обратно к этим растениям вместе с этими червячками. Вот. Посмотрим, что они там будут делать. Вот. Вот здесь располагаются эти червячки. Тут они что-то упали. Вроде как нет. Ну вот. Видим, что они здесь живые. Вот. Начинают себе находить место и прятаться. А главное, что я хотел сказать, обратите внимание, что проживая вместе вот тюльпанчики с этими червячками, ну, внешний вид тюльпанов сам говорит за себя, что очень хорошее такое сожительство, очень хороший вот такой вот вариант их совместного проживания. И хочу вам сказать, что неоднократно я замечал, что даже больные растения, если им добавить вот грунт вместе с этими калифорнийскими червями, так, пока ответил на звонок, все червячки, по-моему, разбежались. Вот тут еще один. То есть они в водичке там были абсолютно живые. И закончили на выводах. На выводах на том, что я даже видел, даже больные растения, которые погибали, когда давал им вот этот грунт вместе с калифорнийскими червями, они происходило чудо излечения вот этих растений, потому что вот именно эти червяки, они не повреждают корень растений или тут луковицы, они наоборот, они устраняют все подгнившие части этих корней и делают пористым такой вот грунт. И как бы происходит выздоровление даже больных растений. А о пользе для здоровых растений, для выращивания помидоров и игровцов, значит, здесь даже не нужно особо останавливаться. Поэтому рекомендую вам, если вы выращиваете вешенку, то завести себе калифорнийских червей для того, чтобы отработанный субстрат, вот я показываю еще маленький червячок, мы его сейчас тоже здесь должны поймать. Вот, мы его сейчас будем здесь ловить аккуратненько, чтобы ничего не случилось. Скользкий. Вот, этот червячок маленький, мы его тоже сюда отправим. Вот, и значит, выращивание в теплицах помидоров или огурцов, такой грунт будет огромной пользой для любых растений. И эти червяки могут перерабатывать субстрат от вешенки или переработанный компост от шампиньонов. И в таком случае мы можем получать полезный биогумус для любых растений. По вопросам приобретения калифорнийских червей можете обращаться непосредственно ко мне по скайпу, который видите на видео, или по телефонам, которые найдете на сайте в разделе продукт, продукты и цены. И желаю вам всего самого наилучшего и большого урожая.